Все на японском. У меня уже ее пытаются отобрать. Лови! Молодец! Держи, покемон. Что написано в этом собачьем комиксе? Нормально вообще? Ты голодная ночью, что ли? Представьте, что будет на прогулке, насколько... Софи зашла за шкаф. И что? Что такое лицо? Привет, я Энни Мэджик, со мной тут мои песики Киса Алиса, и сегодня у нас будет обзор самых разных подарочков и покупок для моих питомцев. Очень их будет много, поэтому усаживайтесь поудобнее. Так, ребят, хватит тут хрюкать уже. Короче, ребят, я только вернулась из Берлина, я очень устала, но я хотела вас порадовать новым роликом, а также новые видео сегодня на всех каналах. На моем личном канале влог как раз из Берлина. Такой лайфстайл прямо совсем необычный, очень не свойственный для меня, но я надеюсь, вам понравится. Сразу после этого ролика они выйдут на каналах, на канале питомцев волшебных моих Мэджи Пэс, наконец-то клип на миллион подписчиков, ведь у них уже тоже на канале... Что такое? Миллион. Ну, а здесь, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, чтобы никогда не пропускать новые ролики, и мы скорее достигли двух миллионов. В общем, насмотрелась на всяких фоточках, и решила сама попробовать купить для киски Алиски вот такую вот штуку. Алиска очень любит сидеть и смотреть в окно, я думаю, многие кошки это любят, потому что там много движухи, голуби, люди. Это такой типа лежачок, который вот на вот таких вот липучках. Стука оказалась реально прикольная, порадовала, что липучки такие гигантские, они прям прилепляются крепко к окну, так что вот эта лежанка сама выдерживает Алискин вес. Сейчас Алиска уже больше даже, чем все мои собаки, то есть она такая прям тяжеленькая, увесистая. Я ее уже собрала, она была в разобранном виде, липучки реально, вот, блин, они даже друг от друга отлепиться им очень тяжело. Здесь вот именно металлическая такая проволочка, она точно не порвется, это необычные веревки. Ну и внутри такой как бы каркасик, который здесь внутрь вот в такую вот лежаночку, как в кармашек засовывается. Я считаю, стоило вообще недорого, где-то в районе тысячи рублей. Я в инстаграме питомцев делала или еще сделаю видеопост такой с некоторыми товарами, и там прям будет список с ценами, но там далеко не все покупочки и подарочки, которые будут в сегодняшнем нашем обзоре. В общем, эта штука мне реально понравилась. Сегодня в нашем обзоре поучаствуют только вот эти вот две собачьи штучки, необычные, я вам потом покажу, что это и как это работает. Ну а если вы хотите именно обзор вот всех игрушек, там коллекция уточек, княшных игрушек и каких-то китайских там и так далее, то ставьте лайк этому ролику, и я его обязательно сниму. Сейчас с нашей милой Мишуткой отправимся на улицу, и вам кое-что покажем. У меня есть большой автогамак ярко-розового нашего мэджик цвета, но он на все заднее сидение, именно для всех собак вместе. А если я хочу ехать с кем-то одним на переднее сидение, я либо сажу в переноску, либо в лежаночку какую-то. Например, вот я купила такую одиночную именно подушечку, как раз для этого, чтобы... Да, мой покемон! Класть на сидение, либо в переноску засовывать ее, потому что она именно маленькая и очень такая мягонькая. А вот этот вот гамачок, он именно на одно сидение, и это очень удобно, потому что не всегда я вытираю лапы собакам, иногда у меня просто нет времени, или мне очень-очень лень. А сидение может испортиться или испачкаться, поэтому очень удобно использовать эту штуку. Она такая прям там на резиночке задевается, за сидение, за верх крепится специальный такой вот крепежом. Снаружи она гладенькая такая, то есть она непромокаемая. Если уж что-то вдруг случится, хотя с моими собаками подобного не случается, они в туалет в машине не ходят, но мало ли, или собаке вдруг станет нехорошо, то как бы вот, это будет защита для сидения. Вы, кстати, внизу, ребята, обязательно пишите комментарии, рассказывайте, какие товары вам понравились или нет, почему. Задавайте свои вопросы, потому что первый час я всегда стараюсь на комментарии отвечать, сердечки там ставить и все такое. А сейчас как раз по поводу игрушек. Я купила вот такую вот удочку Киси Алисе. Мне уже дарили одну, и мне очень понравилось, но потом мои друзья пришли в гости, увидели ее, и я им ее подарила, это мне Мэджики дарили. Я решила купить еще одну. И вот, и мои друзья сказали, и я сама столкнулась с тем, что эта удочка очень быстро сломалась. Фишка этой удочки в том, что здесь есть вот такая ручка, и она реально как удочка, вот так вот удлиняется, увеличивается, и вот здесь на кончике висит какая-то такая вот пушишка, которая играет с кошкой. Это реально очень прикольно, но сам вот этот вот наконечник, который надет вот сюда, он очень быстро отвалился, и я пыталась приклеивать его клеем, но так как здесь просто один миллиметрик, вот эта вот деревяшечка расходится, рассыпается на кусочки, и уже все, эта штука на ней не держится, остается только вот так просто с ней играть. Можно, конечно, скотчем приклеить или веревкой привязать, но опять же, может быть, так произошло только у меня и у моих друзей, а у вас, например, все было с этим нормально, поэтому я ничего прям конкретного такого против этой игрушки не имею. Кстати, я снимаю это видео ночью, потому что монтировала ролики на другие каналы, которые после этого видео выйдут, и ребята, например, собаке, им положено ночью больше все-таки спать, а вот киса Алиса, как всегда у нас ночной житель, бесится, и если с ней играть, она реально может сейчас очень разыграться и начать носиться просто тут по комнате, по шторам. У моей подруги родились щеночки, очень милые, хорошенькие такие, и я решила купить им вот такие дождевички, потому что скоро осень, у моих собак, например, есть все на осень еще давно купленное, а щеночки пойдут гулять на улицу, и чтобы они не сильно пачкались и не мокли под дождем, я ей решила подарить такие классные дождевички, у них светоотражающие полосочки, они на резиночках, на пуговках разных трех цветов, мне кажется, это будет очень приятно. Еще я купила вот такое вот полотенчико для собачек, я на самом деле хотела попробовать, оно достаточно большое, вам покажется, да, но я, если вы помните, показывала, что я заказывала маленькие такие костюмчики для собак, разных цветов, лягушечки там, утяточки какие-то, и они очень маленькие, то есть они не особо-то вытирают собак, а вот это полотенце-халатик, оно прям большое, и можно даже, наверное, подумать, что на крупную собаку, но я поняла, что мне оно будет намного более удобное, чтобы использовать его для своих, потому что оно больше, соответственно, больше влаги впитает, а вот у Миши и Софи, например, пушистая шерсть, и им нужно полотенце побольше, а тех маленьких просто, ну, было недостаточно, и здесь такой еще прикольный поясок, который можно подвязать, чтобы собака не выпадала, и капюшончик. Как-то в подарках пришел такой вот сюрпризик, это обувь для собак, вот, например, на Pashodays вы увидите, что ее Миши очень маленькая, и я невысокая, но все дарят такие большие игрушки, большую одежду, думая, что мои собаки крупные, и вот мне прислали как-то такие вот прикольные ботиночки, они реально очень классные, цветы нашего канала ярко-розовые, вот с такими светоотражающими резиночками, такие прям няшечки хорошенькие, но у моих собак лапки намного-намного меньше, то есть вот это прям очень большой ботиночек для моих собак, скорее размером с Софишкину голову. Я сама своим собакам брала такие, только меньше размером раньше, и у них реально вот эта вот резинка, она практически не растягивается, очень долго служит, и подошва такая плотненькая, липучки вот эти вот неубиваемые, ну, то есть мне понравилось лично, не знаю, может быть, это была какая-то другая марка, но у меня тоже не было ничего, я просто заказывала их в Китае, иногда в Китае что-то хорошее попадается. В общем, эти ботиночки тоже пойдут на подарочки более крупной нашей знакомой собачке. Кстати, ребят, пока вот я складываю ботинки, я часто вижу в комментариях от таких вот новых людей, кто пришел, кто еще меня плохо знает, кто не видел никакие другие видео, что я быстро говорю. Вы напишите свое мнение, может быть, я действительно слишком быстро говорю и слишком много информации в одном видео, и было бы лучше, если бы обзор был двух товаров, но я бы говорила медленно, спокойно, более подробно рассказывала, хотя мне кажется, что чем больше информации, зачем эти подробности, если я как бы говорю по факту, зачем растягивать, размусоливать, у меня вот такой стиль, но я всегда стараюсь к вам прислушиваться, и ваши советы слушаю, поэтому напишите. Итак, что это вот такое за милота такая, как вы видите, здесь все на японском, Fuzo Fuzo Ketchmin называется, это вот такая вот розовая, так, ребят, дайте я сначала расскажу, вот такой розовый пушистик, очень милый, у меня уже ее пытаются отобрать, у него такие два глазика, как будто он, спасибо, как будто он подмигивает, и он такой прям мягенький, пушистенький, очень приятненький, внутри как будто твердый, с задней стороны он тоже мягкий, только оранжевый цвет у него, ой, чуть не уронила, розовенький, прям наш любимый цвет, док той, я не сама это купила, мне это подарили мэджики, мне она очень понравилась, она такая миленькая, прикольная, и самое классное, что внутри как бы что-то, пластиковый какой-то каркас зашит вот в эту саму игрушку, и когда на нее нажимаешь, она очень прикольно пищит, а Софиша очень любит пищалки, и она, конечно же, ее сразу забавляет, но потом я узнала, в чем ее фишка, в том, что ее нужно кидать, она очень легкая, ее нужно кидать, и собака должна ее как бы ловить на лету, мои собаки умеют ловить на лету в мячике, подпрыгивая даже в воздухе, но я никогда не пробовала кидать что-то подобное, хотя у нас есть вот такая вот тарелочка, типа для фрисби, такого собачьего, именно маленькая, для маленьких собак, мне кажется, он тяжеловат для моих собак, а София еле подняла его и потащила в лежанку, как я тебе его принесу, принесла, ее мечу, отобрала у Софии, давай, давай, раз, два, три, да, эта штука все-таки тяжеловата для того, чтобы ее ловить, она на более большой рот, на более большую пасть, нет, невозможно, она слишком большая, Юми, лови, молодец, молодец, то есть вот эту вот тоненькую, легенькую тарелочку, вот такую вот пластиковую, она может словить, потому что она влазит ей в рот очень легко, и она ее легко может держать, а вот эта вот слишком большая, тяжелая оказалась, и пойдет какой-нибудь большой бабаке-собаке, или же просто для игр. Что? Что? Что случилось? Кстати, если хотите, я как-нибудь расскажу вам, как научить собаку команде держи, чтобы она вот так вот стояла, и что-то во рту держала. Держи, покемон. Это очень смешно выглядит, когда ты так держишь. Молодец, Юмичу, держи, молодец, молодец. Следующая штука, это вот эта вот фиолетовая, здесь упаковочка, сейчас мы ее вытащим. В общем, это пуллер, только микропуллер, то есть для маленьких собак, как раз такие два легких колесика. Но, ребята, как вы думаете, просто ли так в одной упаковке два вот таких вот абсолютно идентичных колечка, или это зачем-то нужно? Это действительно для тренировок, и лучше, конечно, на улице, а не дома. Здесь нарисована тоже маленькая вот такая вот чихуашечка-собачка, как у меня. Держи, Юмичу. Вот так, молодец, держи. А сюда прилагается вот такой вот комикс. И вы только посмотрите, что написано в этом собачьем комиксе. Девушка решает потренироваться со своей собакой по имени Думи. Думи, сейчас потренируемся с пуллер. Кидает ей одно кольцо, и какая-то другая девушка, видимо, которая гуляла там рядом со своей собачкой, задает ей вопрос, а где ваш второй пуллер? Я думала, это запасное. А теперь покажите Думи, что вы хотите бросить второе кольцо. Короче, пошла я на сайт и прочитала про эти кольца, что их именно нужно два, и зачем, и что бросать их нужно именно из-за головы. И типа это определенная такая система тренировок. И мне еще нужно до конца разобраться, как это работает на собаку, что ты кидаешь сначала одно кольцо и только потом второе, что ты ей даешь именно победить, выиграть. В общем, я изучу эту тему подробно, и если вам будет интересно, сделаю отдельное видео, как мы пока еще снег не выпал на улице, а может быть даже зимой, будем ими играть. Может быть, вы уже знаете, уже пробовали. Нормально вообще? Ты голодная ночью, что ли? Покемон! Смотрят ли сейчас это видео те мэджики, которые смотрели один из самых первых влогов, когда мы вернулись из Таиланда с Эйвеном и Софи, и я пошла в зоомагазин, потому что мне нужны были ошейники и поводки, и вот тогда, так как у Эйвена и у Софи были розовый и голубой цвет, я купила им розовый и голубой ошейники и поводки Red Dingo, и я помню, что я выбирала еще, может быть, видео даже этого не говорила, но выбирала между Red Dingo и Rox'ом, потому что это две таких похожих фирмы, они обе делают очень качественные именно тканевые всякие поводки и ошейники, и вот эти вот нам прослужили очень долго и до сих пор служат, и несмотря на огромное количество стирок, они реально, ну, выглядят практически такими же остались, какими я их покупала, а сейчас я решила на пробу взять уже не Red Dingo, а Rox. Эйвен и Софи до сих пор ходят в этих ошейниках, и я пользуюсь этими поводками, они очень классные, если вы о них поподробнее хотите, можете посмотреть в этом ролике. Ну, а в этом осеннем и зимнем сезоне мы будем пробовать Rox, у меня здесь есть вот такой вот голубой ошейничек для Эйвена, они тоже тканевые и светоотражающие, с косточкой, такой вот синенький, розовенький для Софиши, конечно же, вот такой вот очень классный космический радужный такой переливающийся модный такой сейчас цвет для Юмичу ошейничек, и вот такой вот со стразами с косточкой гламурненький для Мишани, беленький. Ну что ж, сразу могу сказать, что очень качественный материал, очень-очень плотный, очень такой вот прям серьезный такой ошейник, несмотря на то, что он вроде как тканевый. Мне нравятся тканевые ошейники тем, что они практически неубиваемые, если они качественные, их можно очень много раз стирать, и с ними ничего не будет. Надеюсь, вот с этим покрытием блестящим ничего не произойдет. Застежка очень классная, на ней Рокс написано прикольно, такими как бы точечками. Так, очень плотная застежечка, такая явно качественная, очень такая крепкая, потому что нелегко открывается. Здесь, кстати, пластик тоже качественный, и металл тоже очень классный. К этим штукам продаются классные примочки. На первый взгляд они кажутся крупноватыми, но на самом деле это вот такие вот маленькие, очень легенькие фонарики. Есть возможность прикрепить их вот так к ошейнику, а есть возможность прицепить такой как бы скрепочкой. Кстати, плюс подобных таких ошейников в том, что у них регулируется размер. Давайте возьмем красненький для Софиши, розовенького нету. И здесь посерединке у него есть кнопочка такая, на которую нажимаешь и он да, Софиш, загорается. Есть несколько режимов, то есть он горит так, либо мигает, либо все. Ну и в принципе, если сейчас выключить свет, мы сразу будем видеть, где же у нас София. Она будет мигать красным фонариком. Ей сейчас это не очень нравится, потому что она отвыкла от того, что у нее на ошейнике что-то висит. Хотя она очень легкая, но можно попробовать использовать не висячий вариант, а именно прицеплять к ошейнику. Да, мою зяйку. Вот эту вот железненькую штучку я сняла, на которой он держится, а к ошейнику прицепила вот этим вот крепежом пластиковым. Сейчас мы четко видим в темноте нашу Софишу. Представьте, что будет на прогулке, насколько София зашла за шкаф. Будет ее заметно. Софиш, ее вы свою собаку будете всегда видеть в темноте, на прогулке, когда вечером идете гулять, например. Мне кажется, это очень крутая штука, реально очень удобная. Юмичу. И что? Что такое лицо? Конечно, я же помню, что был еще один ошейник, что он был. Фиолетовый. Я уже в видео не стала говорить, подумала, сама потеряла, но его утащила Юмичу. Хотя я каждый раз ее ругаю, когда она таскает вещи, не игрушки. Но она их, правда, не грызет, а просто зачем-то к себе в штабик уносит. В своей рубрике обзоров безумных товаров я как-то рассказывала вам про вот такие вот духи для собак. Короче, эта фирма I Love Pet Head это премиум косметика для животных, но мне она на самом деле понравилась. Я духами, конечно, не пользуюсь, так что хотите, я кому-нибудь из вас их отправлю, давайте их как-нибудь разыграем, напишите варианты, какой конкурс устроить, и вообще много каких-нибудь других товаров для животных, которые у меня есть, и я ими не пользуюсь, но они абсолютно новые. Эта фирма мне очень понравилась, и я решила попробовать другую косметику этой фирмы, уже которой я буду пользоваться, полезную косметику, например, сухой шампунь, не знаю, знаете ли вы, что это такое, это когда собаку не надо мыть, а ты прям ее вот так вот брызгаешь и размазываешь это, и как бы типа ты ее помыл. И обычный шампунь для щеночков вообще он, но его можно использовать и для обычных собак, как вкусно пахнет, он без слезок, тут такая косточка. Мне очень нравится оформление этой фирмы, и в принципе у них неплохие составы. Я не пробовала еще шампуни, обязательно попробую и свой опыт расскажу. Без слезок я имела в виду, что он в состав такой, что слезки у собаки не текут, то есть не щипет глазки, и ей не так неприятно мыться, если вдруг шампунь попал в глаза. Короче, в ближайшее время мы как раз собираемся мыться. Давно я не снимала, как все вместе купаются и плавают в ванне, может быть, кстати, сниму такое видео. У нас уже очень поздно, ребят, все реально устали, хотят спать, я тоже, а нам еще с Юмичу ехать на Pet Shop Days, где мы увидимся, так что переходите по ссылочкам, что такое уже падает, на новые видео на других каналах, клип на миллион, мой берлинский влог с блогерами, и увидимся скоро в новых роликах. Все, пока!